Вместе с нами сегодня есть еще один замечательный, уважаемый гость. Это пастор церкви города Булканеж. Вы, наверное, его все знаете. Бачин? Откуда вы знаете, как его зовут? Это наш бывший пастор и наш хороший друг. И мы будем рады его сегодня услышать и приглашать. Добрый день, уважаемые друзья, братья и сестры, гости этой прекрасной программы. Жанная программа. Мне очень понравилось, что у вас девиз назвали программой «За все благодарите». Легко ли за все благодарить, скажите мне, пожалуйста? Нет. Легко или? Нет. Смотря на что смотришь, правда ли? На сегодня месяц мы с вами являемся свидетелем того, что исполнилось одно обещание Господу. После того, как прошел поток, когда Ной со своей семьей вышел из Ковчины, Господь сказал следующее обещание. «Впредь во все дни, синий и жаркий, холод и зной, лето и зима, день и ночь. Мне не приходилось». И не смотря на то, что мы переживали о том, что они будут урожаем, но по Божьей милости, по великой, доброй милости и волею, любимому мы с вами имеем урожаем. Я смотрю на этот степь, очень красивый, да? И перец, и огурец. Так прекрасно, и плана, и все есть, да? Мы пошли домой. Потому что не у нас все, все есть, слава Богу, правый момент. Можем все это за мной? Конечно, слава Богу, да? А еще, когда я смотрю на то, как дети выступают, это еще один момент, правый момент. Конечно, я знаю, что родители имеют огромные переживания, волнения. Они молятся, трудятся над тем, чтобы дети росли в послушании Богу, родителям, учителям, чтобы было все хорошо. И сегодня, когда они выступали, и родители смотрели, и церковь тоже радуется. Это еще один момент, правый момент. Когда мы с вами смотрим на то, что в зале сидят рядом мужья и жены. Это еще один ход, ход раздавления Господа. Потому что Бог сказал о том, что не хорошо человек одному, и Бог дал правление, чтобы человек рождался неподобным. И это тоже обильное Божье благословение. Но есть еще один ход, который постоянно ищет в нас Господь Иисус. Ищет ли я это? Как не думаете? Конечно, ищет. Написано о том, что в Евангелии от Матфея, когда мы читаем 21 главу, написано следующее, что Христос, утром проходя возле одной самокомницы, я бы сказал, что, давайте скажем нашим языком, чтобы это было понятно, Христос проходил мимо яблони. Потому что у нас есть яблоки. И время от времени, даже тогда, когда еще урожай не созрел, но мы срываем зеленые яблоки и куши, правда или нет? Вот время, не было время созревания этой самокомницы. Но Иисус искал хоть какой-то путь. Написано о том, что не нашел. И как написано следующее? Дамить, как там написано. Да не будешь шепить от тебя, правда, вовек, и свободить за тот час заслуг. Кого символизирует это дерево? Скажите мне, пожалуйста. Это дерево символизирует личность. Это дерево символизирует общество. И что интересно, когда мы смотрим, то Бог ищет в нас плод. Какой плод ищет плод? Скажите мне, пожалуйста. Какой плод? Добрый, красивый плод. Откуда же в нас с вами? Иногда появляются не очень хорошие плоды. Скажите мне, пожалуйста. Мы читаем в новой местности в Евангелии. Тоже 13 глава. Ивангелем, как Матфейн. Объясняется следующее. Что хозяин имел поле. Имел трудящийся. Выбрал самый лучший семинар. Обработал эту почву, это поле. И посеял то семя, которое приготовил. Но когда взошлось семя, то что-то еще видно, кроме пушаницы. Что подобрели? Леви. Когда охотники заметили, увидели, говорят, хозяин, ты же хорошая семинар посеял. Откуда же здесь? Леви. Что сказал Иисус? Что сказал хозяин? Брак пришел и посеял. Тогда охотники говорят, когда мы пойдем, соберем и уберем, и будет все как должно быть. Но Библия говорит о том, что хозяин невозможно. Говорит, всему за время настанет время, жанры. И когда настанет это время, тогда мы соберем пшеницу в свое место, а Библия, и все равно встанет его в свое место. Скажите мне, пожалуйста, кто этот враг? И кто этот хозяин? Хозяин это Господь и Бог наш, который завалил нас, для места на том, что сознател, что мы приносили добрый год. А кто этот враг? Скажите мне, пожалуйста, это Дьяма. И Он посеял в нас тоже свои семена. Мы читаем, когда мы читаем «Познание Галатума», то там написано, написано очень красиво. Дела в лоте, или плоды, дьявол, известны. Какие? Прилеподъяние, блуд, нечистота, непотребство, идолоснушение, то есть поклонение чему угодно, но не Богу. Вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство, пьянство, мещинство и тому подобное. Чем это плоды? Скажите мне, пожалуйста. Кам, ябл. Это плоды, ябл. Что интересно, что каждый день, каждый день Бог приходит к каждому из нас и ищет плод. Какой плод, в общем, родителям? Следующий плод. Плод же Божий, плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, плодость, воздержание. Обязано о том, что на договоре нет закон. Почему? Потому что они имеют какой плод. Чей плод имеют? Божий плод. Красивый, добрый, Божий плод. Скажите мне, пожалуйста, как нам с вами провести этот плод, добрый, красивый плод, чтобы радовался Бог, который нас сотворил, чтобы радовались мы, потому что Бог в нас производит свой плод, и чтобы радовались вокруг люди вокруг нас. Как, скажите ему, пожалуйста, в Ивангелии от Иоанна написано следующее. Иисус говорит, в Ивангелии от Иоанна, мы читаем 15 главе, следующий. Тоже очень красивые слова. Я есть истинная виноградная церковь, и Отец мой виноградный. Всякому мне ветвь, не приносящая плода, он отсекает, и всякую приносящую плод, очищает, чтобы боли был слабов. Что делает Отец? Он трудится над нами. Если нет плода, что происходит с нами? Что нас ожидает? Написано о том, что как стоит свободный церковь, мы рискуем потерять жизнь вечную, мы рискуем потерять то, что Бог такой дорогой церковь приобретет для каждого из нас. А если мы с Богом, как Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, то тогда мы начинаем наносить добрый год. Вы помните одно, друзья, что когда мы с Богом, у нас еще остается то, что мы приобрели от родителей в виду своих привычек, в своей наклонности, и Бог что делает? Он очищает. Легко ли очищать? Проходить через процесс очищения. Смотрите, мне можно сказать. Нелегко. Нелегко? Очень сложно. Когда Бог забирает то, к чему я привык. Мои привычки. То, что я делал очень долгое время. То, что с одной стороны меня радует, потому что я жгу в своем удовольствии может быть, да. А с другой стороны, когда я имею общение с другими людьми, это все обращает этих людей. Почему? Потому что я живу как в Гористосе. Но когда я не понимаю, что я такой, какой я есть, такой выход. Ити к Богу. Господи, очисти меня. И здесь Иисус говорит о том, что мы очищены через Слово. То есть когда мы с вами читаем Слово Божие, когда мы с вами молимся, когда мы с вами слушаем Мангеля, слушаем проповедь, Христос нас очищает. Это не просто, это сложно. Но иначе по-другому быть не может. И не будет. Если мы хотим иметь добрый Бог, мы должны постоянно, ежедневно просить, Господи, Боже Машень, пожалуйста, будь в моей жизни твоим Духом, чтобы я мог красить добрый Бог. Чтобы люди, которые вокруг нас чувствовали, чтобы ты со мной был. Чтобы видели тебя рядом. Чтобы вкушали аромат добрых плодов. И это не просто. На этой неделе, на прошлой неделе, мы по-блаконечному раздавали продуктовый пакет. Зашли в один дом, очередной дом. Мужчина лет 50. Амбутированная нога. И когда я с ним заговорил, я спрашиваю его, скажите, пожалуйста, у вас сахар? Он говорит, нет. А что случилось с вами? Он говорит так, начала чернить нога, и вот я написал заявление, чтобы меня с коленом амбутировали дно. Но он говорит, но врачи потом они решили, что жить выше надо, чтобы спасти в свою жизнь. Когда мы нашли в этот дом, то слышен был запах кульма. Рядом была бутылка с вином. На столе с вином мясо. И я смотрю на него, говорит, знаете, вам нужно от чего-то избавляться, если вы хотите жить. Хотите жить? Конечно, хочу. Вам надо избавляться от кульма, потому что это одна из причин, почему у вас амбутировали ногу. Вам нужно избавляться от алкоголя, потому что это следующая причина, почему у вас амбутировали ногу. Я говорю ему, и вам нужно избавляться от сала, потому что это тоже одна из причин, почему у вас амбутировали ногу. Человек говорит, от кульма я готов освободиться, потому что я понимаю, что это плохо. От вина тоже, но вот сала. Говорит, я без детства гушею. Кушаю. Мне это очень нравится. Не могу избавляться. Наверное, так не до конца и буду есть. Я смотрю на него и говорю, добрый человек. Вы написали заявление, чтобы у вас амбутировали ногу. Ваш ногу. Если это мешает вам жить, мы уйдем, а вы напишите заявление. Господи, это не мешает. Это не мешает жить. Жить и дышать свободно. Жить и радоваться жизни. Напишите это заявление и предоставьте это Богу. И пусть Бог изнамит вас от того, что начинает вам жить. Уважаемые друзья, все те, которые вы там сказали, многих я знаю. Со многими совершали служение. Очень приятно видеть вас. Многих я не знаю. Вижу впервые, может быть, вижу позднее. Но я знаю одно. Я знаю это не потому, что я такой хороший. Нет, я такой же, как и вы. Мне лучше. Но я знаю одно. Что мой отец является и вашим отцом. Что мы с вами братья и сестры. Что Бог нас очень сильно любит. Настолько сильно любит, что отдал самое ценное, самое дорогое, Сына Своего, для каждого из нас. И я верю, что он мечтает о том, чтобы каждый из нас, все те, кто здесь, в этом зале находится, и кого здесь нет, чтобы все были в царстве местных. Это я буду мечтать. О чем он думает. И мечтает каждый. И как бы хотелось, чтобы этой мечтой жили и мы с вами. Хорошей мечтой. Чтобы жить по воле Божьей. Жить, приносить добрый год. Жить, никого не убивая. Жить, не забивая. Жить, не обкрадая. Жить, не обманывая. Жить, приносить добрый год, любви, радости, настоящей жизни. проявляя милость, долготерпение, имея крепкую веру, держаться за Бога до конца. Что бы ни случилось. Я верю, когда мы будем жить вот так, когда будем ходить, молиться, мечтать Его Слово и держаться в этом компасе, настанет тот славный, добрый день, когда вернемся Господь Иисусом Тусим. и скажет, хорошо, добрый и верный подпират. В малом ты был верен, надо много тебя поставить. Войди в радость Господа Твоего. Пусть Бог благословит нас на этом. И ворожит нам в этом, чтобы смотрели на нас, чтобы Бог радовался. И мы испытывали радость в том, что ближний наш радуется и счастливый. Аминь? Аминь. Асинь. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok